В Нарьинмаре почтили память защитников Отечества. Торжественное мероприятие, приуроченное к празднику, состоялось в воскресенье 23 февраля. Участники акции возложили цветы к обелиску Победы, памятникам ветеранам боевых действий, участникам локальных войн и вооруженных конфликтов и подвигу участников олено-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны. Ольга Русл с подробностями. День защитника Отечества имеет богатую историю. Впервые он отмечался в 1922 году как День Красной Армии. В 1946 году стал носить название День Советской Армии Военно-Морского Флота. И только в 1993 году получил название День Защитников Отечества. А с 2002 года приобрел статус праздничного нерабочего дня. Торжественная церемония началась у обелиска Победы. Собравшиеся возложили цветы к Вечному Огню. День Защитника Отечества – это тот праздник, который действительно очень важен для каждого. А для тех, кто служил в вооруженных силах, он, наверное, еще ко многому и обязывает. Но это первое. Второе, что этот праздник, мы всегда говорим о том, что он в этом году особый. Потому что это год 70-летия Победы Великой Отечественной Войны. И это накладывает дополнительные обязательства всех нас. В ряду рабочей крестьянской Красной Армии в годы Великой Отечественной Войны из Ненецкого округа было мобилизовано 9383 человека. Треть из них не вернулись с полей сражений. Глубоко личный праздник. Потому что в своей жизни я стал военным благодаря моим дедам, которые защищали Великую Отечественную Войну, нашу Родину. Это те, кто брал Берлин. Я, к сожалению, слишком поздно узнал, что у меня дед 2 мая, который был ранен, он взял Берлин, за что был награжден. Второй дед был водителем, он прошел и финскую, и Великую Отечественную. И вот это все наложило на меня отпечаток, что нужно Родину защищать. Традиционно в этот день в Ненецком округе жители отдают дань памяти всем защитникам Отечества, участникам всех войн. 23 февраля – День воинской славы всех ветеранов. В этот праздник, День защитника Отечества, мы, ветераны боевых действий, еще раз вспоминаем тех, кто погиб за нашу страну, кто сохранил границы России, тех, кто выполнил свой долг до конца и остался верным присяге. Торжественная церемония продолжилась у памятника участникам олено-транспортных батальонов. Военный совет Архангельского округа 22 ноября 1941 года особым строго секретным постановлением обязал Ненецкий окровоенкомат поставить для нужд Карельского фронта 6 тысяч ездовых оленей, 120 грузовых и легковых нарт с упряжью иммобилизовать на фронт 600 каюров, рыбаков и охотников, знающих оленеводство. В феврале 1942 года в Рикосихе были сформированы 5-я и 6-я оленелыжные бригады, которые вошли мобилизованные из Архангельской области, Ненецкого округа и Коми-республики. И среди тех, кто сегодня пришел отдать дань памяти героям Второй мировой, внуки и дети участников Великой Отечественной войны. Валерно-транспортном батальоне в ноябре, по-моему, 1941 года ушел мой дед. Вот. Звали его Яков Иванович Поздеев. Он был ездовым, был военным санитаром. В 1941 году в Ненецком округе был организован сбор средств в фонд обороны страны и теплых вещей для солдат Красной армии. Всего за годы войны жители округа отправили на фронт более 30 тысяч теплых вещей. Семья Якова Поздеева тоже собрала посылку, а маленький сын Макар написал сопроводительное письмо. Посылка адресовалась любому бойцу, но произошло невероятное. И папа мой там выложил туда письмо, обращение было такое, там, дорогой красноармеец или что-то, вот в этом духе было такое. И пришло письмо на Карельский фронт. Вот представляете, и пришло вот в ту часть, где воевал дед. Вот, значит, и как бы там, кто раздает эти посылки-то, да, открыли письмо-то и говорят, отца звали Макар, имя редко и по тем временам тоже. И вот, значит, и кричат там Поздеев, Яков Иванович, есть у тебя сын Макар? Есть. Как у тебя мать зовут? Ну, Устинья. Так ты посмотри, это посылка-то из своего дома. За всю войну участники оленных транспортов вывезли с линии боевых действий на Кольском полуострове более 10 тысяч раненых. Доставили по бездорожью на передовую 8 тысяч военнослужащих. Перевезли 17 тысяч тонн боеприпасов. Эвакуировали из тундры, часто под огнем противника, 162 аварийных самолета. Каждый третий солдат олене транспортных батальонов в родную тундру так и не вернулся. Якову повезло. В 1945 году он пришел домой. После возложения цветов к памятнику делегация посетила воинские части, расположенные на территории Наринмара и поселка Искателей, где приняла участие в торжественных построениях и поздравила руководство и личный состав с Днем Защитника Отечества.